Всем привет! Сегодня я наконец-то решила записать видео, которое было очень запрашивано в моем канале. Это видео о том, как я худела и сейчас выдала свободное время. И я быстренько записываю видео, я не буду вас сильно задерживать. Я просто расскажу свою историю, как я поправлялась, как я потом худела и в общем, что из этого вышло. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. И начну, наверное, с того, что как бы изначально, когда я училась в школе, то проблема лишнего веса была для меня вообще незнакома. Я все время, вот когда я заканчивала 12 класс, я на тот момент весила, по-моему, 53 килограмма. И, в принципе, меня это устраивало, потому что 53 килограмма это не так много, при том, что у меня рост был, наверное, 1,66 метра. И, в принципе, на мне 53 килограмма смотрелись очень гармонично, и как бы я никогда об этом не задумывалась. Да, в детстве бабуля меня все время откармливала. Я была там, ну, можно сказать, я не была толстая, но я была всегда в теле такая упитанная. Но потом, когда я уже стала постарше, я все-таки, ну, от бабули как-то отошла, больше находилась дома. И как бы меня не закармливали, там я кушала столько, сколько я хотела, поэтому проблема лишнего веса, вот, в принципе, была мне незнакома. И все, в общем, началось с того, когда началась, ну, как бы это сказать, семейная жизнь. Вот, как бы мы начали жить с моим молодым человеком вместе, и я первый год, когда закончила школу, решила никуда не поступать. Ну, решила подождать, в принципе, и подумать, ну, что для меня будет ближе, и вообще, на кого я хочу учиться. Вот за этот год я набрала, с 54 килограмм я стала весить, по-моему, 73 или 74 килограмма. Честно говоря, мне никто никогда не говорил, что я поправилась там, и что я плохо выгляжу, поэтому я как-то особо на это, ну, не обращала внимания. Знаете, вот, когда вас любят, да, и когда вам каждый не считает нужным сказать, что ты знаешь, что там толстая, ты поправилась там, или что-то в этом роде, да, ты этого не замечаешь, это не является для тебя никакой проблемой. Также для меня не было этой проблемой, меня все любили, все было замечательно. Я вообще, клянусь, я вообще не заметила, что я поправилась, потому что у меня дома не было весов, и я влезала во все те вещи, что я влезала, в принципе, когда я весила 50, да, 54 килограмма. Ну, у меня был размер вещей, я не знаю, как на российский размер, да, но у меня был размер вещей на тот момент М, и как бы в свой М я так же и влезала. Как сейчас, я думаю, что это из-за того, что, в принципе, я полнела очень равномерно, как бы, что мне не скапливалось где-то в одном месте. Знаете, как бывают всякие виды фигур, да, и они полнеют по-разному. Вот, например, когда грушевидная, у нее там ноги полнеют, когда яблочная, ну, я забыла, как называется, ну, яблочная или яблоковидная. В общем, тогда, в принципе, это вот в этой части, в общем, отражается. У меня фигура песочные часы, как бы, у меня так идет и так. Поэтому мой жир распространялся, точнее, накапливался очень и распределялся очень равномерно. Не было какого-то скопления в одном месте. Ну, в принципе, как бы, на фотографиях, да, очень видно, ну, мало того, что фотоаппарат сам добавляет еще какие-то килограммы, ну, как бы, я обращала внимание, да, что ноги у меня не очень, если я одеваю там, допустим, не длинную юбку, а какую-то покороче, я видела, что ноги у меня очень большие. Вот, где начинаются ляжки, да, они были, ну, довольно такими массивными. Но я говорю, что это меня сильно вообще не заботило, как бы, я не ходила с мыслью о том, блин, я такая жирная, вот, мне надо похудеть, я толстая. Все на меня как-то смотрят. Никто никогда мне не сказал, что я как-то не так выгляжу. Вот, ну, и как говорится, когда тебе никто об этом не говорит и прямо на это не указывает, ты, как бы, этого совершенно не замечаешь. Ты думаешь, в принципе, что все в порядке. И, в общем, прозрение настало для меня тогда, когда я пришла к маме, у нее были электронные весы, я встала на весы, и мне показалось 74 килограмма. Вот, тогда я и поняла, что я, в общем, не слабо так поправилась со школьного времени, да, на 20, почти на 20 килограмм получается. И вот с этих пор я начала задумываться о том, что сколько я вешу, и что для меня это стыдно, потому что я не рожала ребенка. И, ну, я просто отъелась, у меня не было никаких болезней, это просто, ну, от безделья, да, я год сидела дома, ну, я работала, да, но я очень мало двигалась, как бы, была такая, это последние три года сейчас я более такая активная, там, занимаюсь какими-то делами. Я вот утром встаю там в 10 в 11 часов, в смысле не встаю в 10 в 11, стою я всегда рано, потому что я жаворонок, я в 7 часов уже 8 на ногах. Ну, вот с 11 часов, когда уже там, ну, можно заниматься какими-то делами, убираться или что-то, я встаю и все, начинаю это делать. Да, то есть последние вот 3-2 где-то года, да, моя жизнь очень подвижная, но раньше я была такая, как бы сказать, это амеба. Мой день начинался, во-первых, он поздно начинался, если мне не нужно было на работу, да, я очень много кушала. Ну, я не скажу, что я прям, ну, я не питалась нигде, ни фастфуда, ничего этого не было, это была обычная еда. Да, просто, как вы понимаете, любая еда без движения, да, она просто будет превращаться в жир. Ну, вот так и было у меня. И с этого момента, да, началось моё, как бы это, начались мои мучительные поиски, как же мне похудеть. Я сидела, в общем, я на всевозможных диетах, которые только были популярны в интернете. Это была и кремлевская диета, и разные там разгрузочные дни. Ну, в общем, первый раз, когда я сидела на кремлевской диете, я потеряла 5 килограмм, потом успешно набрала 7 обратно. В общем, это были такие качели, я только, значит, скидывала, и если я с диеты, как бы, ну, переставала сидеть на диете, я сразу же набирала их обратно, еще и в полтора раза больше. И, в общем, все это так было-было. Я пока в один момент, значит, когда я уже поступила учиться и перевелась на другое отделение, у меня была очень тяжелая сессия, просто невероятно тяжелая, что я просто 3 недели, я днями и ночами, я где вот училась, там я и спала на диване, потому что у меня просто не было сил, постоянно нужно было что-то писать. Очень большие объемы, и я просто не успевала есть, очень-очень мало ела, я сидела, просто грызла семечки и, ну, делала какую-то работу, чтобы мне далеко было не уходить. Так как у меня молодой человек был там до 5-6 часов на работе, да, я находилась дома одна, вот готовилась, собственно говоря, к сессии. И так как у меня совершенно не было времени покушать до 5 часов, а после 5 я уже просто не было сил, я бегала на кухню, заваривала себе чай или кофе, и я просто перестала сластить их. Ну, потому что я считала, что это как лишняя работа, да, взять сахар, еще посластить, я просто убрала сахар из своего рациона. Мало того, что я почти ничего не ела, да, так я еще и убрала сахар. В общем, и после этого я начала замечать, что я просто начала сдуваться. Вот реально, я перестала кушать булку, хлеб, это потому что у меня просто не было времени не делать бутерброда, ничего. Я просто все время очень-очень много пила и грызла семечки. Ну, конечно, я там что-то кушала по чуть-чуть, но чтобы быстрее-быстрее мне нужно было догонять, как бы готовиться к сессии, потому что действительно было очень тяжело, и очень большой стресс я испытывала в связи с тем, что, ну, как бы я боялась, что я не успею это сделать. И я думаю, что больше всего я похудела из-за стресса, и из-за того, что, ну, я очень мало ела, как бы и сахар совершенно. Вот я вам честно говорю, попробуйте убрать булку и сахар, вообще сахар просто убрать, ну, взмите его на мед лучше. Вот я мед, ну, как бы кушаю, потому что без сахара совсем нельзя, а глюкозы, если в крови нет, то плохо становится. Ну, мне, потому что у меня, например, бабушка с сахарной диабетикой, я не знаю, может быть, и мне такое, конечно, грозит, но у меня реакция на организм, когда у меня, в общем, ну, тоже сахара не хватает, я плохо себя очень чувствую, в общем. Поэтому что-то обязательно нужно сладкое кушать, ну, там, я не знаю, мед или горький шоколад можно, да, это я тоже ела. Ну, в общем, я стала приходить к маме, начала взвешиваться, и мой вес начал падать очень быстро, очень просто. Где-то я за три месяца я похудела до 55 килограмм. И потом ко мне начали на улице подходить, уже спрашивать там, ты что такая худая, ты что заболела, ты же была такая пухленькая. Только тогда мне люди начали говорить, ну, как бы, я поняла, что, да, они видели, что я пухлая, полненькая там. Хотя я с трудом могу назвать себя полной, я была пухлая, да, но полной, наверное, не была, как бы. Ну, в общем, с этого времени, значит, я когда сдулась, я решила, что, ну, набирать обратно, конечно же, уже нельзя. И вот тут, на самом деле, начались все мои мучения, и самое серьёзное, что я для себя заработала, это, в общем, когда, значит, молодой человек начал работать в Швеции, я решила заняться здоровым питанием. И я абсолютно всё делала на пару лет. Это было год назад, ну, ой, не какой год, это было меньше даже, чем полгода назад, или, скорее, где-то полгода назад. Значит, я решила есть всё только на пару, я, у нас дома есть казанок такой, и я туда делала разные овощи, я не ела мясо. Иногда я покупала курицу, но мясо я вообще убрала из своего рациона. Я ещё состояла тогда, помню, в группе ВКонтакте, там что-то худее вкусно, по-моему, ну, я и сейчас мне как бы состою. И я смотрела разные рецепты там, там очень отличный низкокалорийный рецепт, мне это очень сильно нравилось. И действительно всё было такое вкусное, и это было малокалорийно, и как бы я видела, что из-за этого я теряю свой вес. И думала, да, это отличная здоровая пища. Я питалась так где-то около полутора, наверное, месяцев абсолютно почти, кроме вот птицы, я не ела больше никакое мясо. Вот только курицу я, и то очень иногда. Да, в основном я покупала кучу разных овощей, и просто вот делаю их вот в этом казанке. Вот, и где-то, наверное, когда уже вот полтора месяца прошло, как я так питалась, однажды у меня поднялась температура, и температура где-то, ну, была для начала, по-моему, 37,6 у меня была температура. Абсолютно сама она никак не сбивалась у меня, мне пришлось сразу пить таблетки, и с каждым днём температура у меня была всё выше, выше и выше. И в итоге дошло до того, что температура у меня, однажды просто я утром встала, я только, я всё как бы, у меня был с этой стороны флюс, и я думала, что, может быть, из-за этого у меня температура. И я чувствовала, что у меня болит вот здесь это место, где почка, вот, ну, я никак не могла связать, как бы, эти два события, да, я думала, что это у меня от флюса температура, и вот однажды у меня температура была почти 40. Пришлось вызывать скорую, и приехала скорая, делала мне укол, и на следующий день мне пришлось, как бы, идти к врачу. И когда я пришла к врачу, просто врач ужаснулся от моего внешнего вида, мало того, что я сама по себе бледная, просто, как поганка, да, то тут я была просто бледная, как простынка, как будто во мне вообще нет крови. Я, конечно, ну, сдавала анализы, и мне сказали, что у меня пилонефрит. Вот, на фоне того, что я не ела мясо, там, ну, мясо нужно организму, как бы, и вот сидела на этих диетах, как бы, то, что я все делала только на пару, вообще не было никаких жиров, вообще ничего, это, как бы, моя хроническая болезнь. То есть у меня и у мамы, и у бабушки есть пилонефрит, он хронический, он все время в таком состоянии, дремлющем находится, пока не будет какого-то, ну, возбудителя. Вот в моем случае это был ослабленный иммунитет, и у меня сразу, ну, вот случился этот пилонефрит, первый раз в жизни. Я очень сильно напугалась, потому что кто в жизни испытывал температуру 40, 38, 39, 40, я думаю, что знают, что это такое. Когда температура 40, это практически уже, я не знаю, это уже, ну, не могу назвать это агонией, но это, честно, страшно вспоминать, я ничего так больше не боюсь, как то, что у меня когда-нибудь будет температура, учитывая, что до этого у меня никогда не было температуры, даже когда у меня простудные заболевания, у меня нет температуры, что тоже нехорошо, да, потому что организм, получается, не борется. Ну, такую температуру невозможно просто терпеть, у меня сердце, в это время, когда была такая высокая температура, у меня сердце, наверное, 170, я не помню, мне бумажку, да, ну, заполняли они бумажку о моем состоянии, и там была вот такая температура. Я очень сильно напугалась, и с тех пор я просто решила больше не сидеть на диетах. Мне, когда я сдавала анализы, мне сказали, что у меня такой низкий гемоглобин, но ниже уже просто некуда. И если я не буду есть мясо, не буду получать железо в свой организм, то ничем хорошим это в итоге не окончено. И теперь я хочу поговорить с вами о правилах, да, которым я следую для того, чтобы мой вес, как бы, ну, не стал выше, потому что, ну, мне очень хочется поправляться. С того момента, как я похудела, да, я перешла с одежды на М на С, и, как бы, М я больше не хочу. Ну, М для меня, в принципе, если будет у меня такой размер, это не страшно, это нормальный размер, в принципе. Но мне нравится размер С, поэтому я придерживаюсь того, чтобы этот размер таким для меня и оставался. И первое, что для меня и то, что я вам советую, да, это убрать сахар. Я уже миллион раз это сказала, замените сахар на мед, если вы не привыкли там чай пить без сахара, без конфет и так далее. Возьмите лучше мед и вместо конфет возьмите сухофрукты. Это намного меньше калорий и это намного полезнее. И опять же, я не скажу, что я не ем вообще конфеты. Я ем конфеты, у меня бывают дни, когда у меня, видимо, просто от недостатка, что я, ну, как бы ограничиваю себя в этом. Я начинаю очень много есть конфет и потом я очень-очень долго прыгаю на скакалке и делаю себе разгрузочные дни, такие на кефире и на яблоках. Ну, я больше точно никогда не сяду на диету, потому что, как казалось, для моего организма диеты не подходят, потому что сразу же обостряются все хронические болезни, и это не только в моем случае, это будет в любом случае. Если у вас есть какие-то хронические болезни, при ослаблении иммунитета они, ну, как бы будут возобновляться. Второе правило, которому я следую, я ем после шести. То, что не есть после шести, все это пропагандируют, но подумайте сами. Если вы последний раз кушаете в шесть часов, то потом вы ложитесь спать, ваш организм голодает более двенадцать часов. Это для него огромный стресс, и после того, как вы на следующий день начинаете кушать, он запасается, потому что на тот случай, если вы опять решите не есть после шести, он абсолютно все продукты перерабатывает в жир. Даже вода может переработаться в жир и накапливаться в организме, как такой неприкосновенный запас на тот момент, если вы снова решите поголодать. Поэтому вот я ем после шести, и я не ем просто за три-четыре часа до сна. Конечно, я после шести кушаю более такую легкую пищу, можно кушать рыбу, можно кушать какие-то салаты, вы сможете как бы насытить свой организм, получить питание для него, чтобы он не боялся потом, что вдруг вам взбредет в голову, его травить опять этими голодовками, и он просто не будет все перерабатывать в жиры. И следующее, что я говорила уже в секретах красоты, это то, что я пью очень много воды, два литра в день, это стабильно, не считая кофе, чая и так далее. Поэтому вода очень хорошо способствует похудению, особенно если вы утром натощак, теплой кипяченой водички вместе немножко с лимоном. Если капнете туда лимона и перед едой выпьете, это запустит ваш обмен веществ, и ваш организм будет лучше переваривать пищу, и меньше продуктов будет перерабатывать в жиры. И разные мучные, если мне что-то хочется, конечно, я тоже человек, мне булочек хочется, бывает и конфеток хочется, и мороженое. Я все ем до 12 часов, для меня это золотое правило, когда до 12 часов организм работает очень интенсивно, и он успевает перерабатывать ваши продукты и не откладывает их в жир. И следующее, я никогда не запиваю еду водой, потому что чем больше вы запиваете еду водой, тем больше ваш организм получает возможности кушать больше. Вы пищу утрамбовываете, вы запиваете водой, и вас лезет больше, больше и больше. Поэтому я никогда не советую вам запивать вашу еду никакой водой. Вот вы покушали, покушали, подождите, ну не знаю, подождите 25 минут, 40 минут, потом можете попить чайку там, попить соку, или не знаю, все, что вы захотите. А во время еды я настоятельно вам не советую запивать пищу. И далее одно мое такое спасение, тоже вам уже говорила, это моя скакалка, на которой я постоянно-постоянно прыгаю. Вот сейчас пару дней я не прыгала, потому что у меня начинает болеть нога, но потом, когда все нормально, я тогда прыгаю. И, конечно, если у вас очень большой вес, ну где-то после 80 килограмм, то тогда, конечно, вам прыгать, ну для начала это не подойдет, потому что вы просто угробите свой позвоночник. Если такая масса тела, да, вы прыгаете, вы как бы от пола, ну как это сказать, отбивайтесь, в общем, и вся вот эта нагрузка идет на ваш позвоночник. Поэтому, если у вас такой большой вес, сначала я советую вам немножко похудеть. Ну, не знаю, способы похудения есть разные. Конечно, не знаю, самый главный способ – это умеренное количество еды, чтобы не наедаться, как пишут везде, что лучше из-за стола выходить чуть голодным. Это действительно правда. Потому что даже вот вы, когда я, например, себе наедаюсь, да, бывает, ну с охотки, вот к бабушке придешь, она столько всякой вкуснятины наготовит, да, я наедаюсь, я потом себя, ну, чувствую очень неприятно. Думаю, ну вот, опять наелась, опять нужно будет прыгать, там, бегать, 5 километров ходить. Вот я с сестрой ходила. Поэтому лучше не наедайтесь. Возьмите совсем, ну, я не знаю, вот как вы привыкли в обычной тарелке кушать, возьмите и половинку скушайте. Не кушайте все, оставьте ее на несколько приемов пищи, да, вот еще, кстати, хочу сказать, что лучше кушать мало, но часто, чем кушать 2 раза, но очень плотно. Потому что вы 2 раза покушаете, да, и потом вы все время будете хотеть есть, ну, потому что пройдет какое-то время. А если вы, например, один большой прием пищи разделите на несколько частей, то так проще. Как бы это будет ваша обычная тарелка, вы не переедите, вы просто разделите ее на несколько частей. Я сейчас так не делаю, конечно, для меня, я не сижу сейчас на диете, да, единственное, что я, вот я вам сказала, я прыгаю на скакалке, я пью воду, это уже потому, что я получила тот вес, который я хотела. Но если вы только собираетесь худеть, тогда я советую вам, ну, поступать именно так. Ну, вот, мне кажется, это все, что я могла вам рассказать. Конечно, может быть, вы ожидали от меня услышать что-то сверхъестественное, но я как бы не профессиональный диетолог, я просто рассказываю, сходя из собственного опыта, как я похудела, как у меня это получилось. Ну, и дала кое-какие советы, которыми я придерживаюсь уже после того, как я похудела, чтобы удержать вес. Так что я надеюсь, это видео было для вас полезным. И увидимся в следующем видео. Пока!